В районном историко-культурном центре состоялись публичные слушания по проекту бюджета Ленинского муниципального района на 2019-й плановый период 2020-2021 годов. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций города, руководство администрации муниципалитета, депутаты и жители района. В слушаниях также участвовал председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Станислав Радченко, заместитель главы района Альберт Гравин, представил выступающих на слушаниях и озвучил правила и регламент мероприятия. Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района 2018 года номер 3444, которое опубликовано в газете «Видновские вести» от 16.11.2018 года и размещено на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. То есть все процедурные вопросы были соблюдены. Доклад об итогах социально-экономического развития Ленинского муниципального района за 2017 год и прогнозах на 2019-2021 годы сделал начальник управления по экономике и потребительскому рынку Александр Смирнов. Он отметил, что в 2017 году был отмечен рост экономических показателей. Общий экономический оборот в Ленинском районе в 2017 году составил 368,4 миллиарда рублей, что на 4% выше, чем в предыдущем периоде. Проект бюджета Ленинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов озвучила исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации района Нина Хванюк. Она отметила, что проект бюджета был сформирован на основе прогноза развития Ленинского района и его положительной динамики в экономической и социальной сферах. Расходы социального характера в 2019 году составят 4,5 миллиарда рублей или 8,7,2% в общем объеме расходов бюджета, что позволит обеспечить в полном объеме выполнение принятых социальных обязательств. Также Нина Хванюк отметила, что при формировании бюджетной сферы Ленинского муниципального района на 2019 и 2021 годы были определены основные приоритеты экономической политики. Обеспечение необходимых темпов роста заработной платы работников бюджетной сферы, реализация приоритетных для муниципалитета программ, финансирование ранее принятых расходных обязательств, поддержка отдельных категорий населения и повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг. Продолжение следует...